Всем привет! В сегодняшнем обзоре будут три прекрасные красотки орхидеи в подарок. Этих трех красоток мне подарил муж на наш юбилей, который состоялся 19 августа на день свадьбы и это еще не все орхидейки в подарок. У меня есть еще одна орхидейка по предзаказу, которую я немножко упустила. Мне она была предложена, но я отказалась и зря это сделала. Ее нужно было сразу же забрать ту орхидейку, которую я очень-очень сильно хотела. И я думаю это та орхидейка, которая сейчас у многих скорее всего, ну не у многих, а у части девочек уже есть. Но у меня она тоже будет чуть-чуть позже. Я отказалась от той красотки, потому что мне уже муж сделал подарок этих трех орхидеек и я подумала, будет наверное слишком много, нужно совесть иметь и отказалась. Но он говорит, что нужно было ее забрать. Вот. И у этого продавца, у которого я купила двух из этих красоток, одну красотку я купила у другого продавца. В общем на ту орхидейку мечты я оставила предзаказ. Она приедет скорее всего 23 августа и уже у меня будет после 23 августа, я так думаю ближе к концу месяца. Так что красотка моей мечты скоро будет у меня. И кто это будет, я покажу, когда она ко мне приедет. И как раз вместе с ней мы сделаем влог, где я покажу как адаптировать цветущих орхидей голландцев летом. Днем и обзор с этой великолепной эсми восковой мультифлорки. Я очень люблю мультифлорки и для меня открытие я впервые встречаю эсмию в мутации бабулетки. В мутации бабочки я ее не видела, но в мутации бабулетки это что-то очень и очень интересное. Посмотрите какая прелестная красотка. Цветы очень-очень пластиковые, не крупные, примерно 4-4 с половиной сантиметра цветочки. Но посмотрите какое это великолепное. Сколько пластиковые цветочки, они так красиво блестят, это что-то неимоверное. И настолько плотные, ты когда их трогаешь, ну как будто бы ты трогаешь пластик. И еще этот сорт ароматный. Приятный аромат, она пахнет не целый день у меня, по крайней мере. Я слышу ее аромат только в первой половине дня. И эсмию у меня в мутации бабулетки, три липса, два в одном. И бабулетка красивая, как бы бантик такой есть, да, и три липсики. Великолепный сорт, очень красивый сорт. Она мне безумно нравится, но такой, знаете, не стрессоустойчивый сорт. Она стрессует и довольно-таки так серьезно стрессует. То есть где-то что-то при каждой пересылке она начинает сушить, бутончики сбрасывать. Ну, сорт очень красивый, интересный. Я давно на этот сорт посматриваю, на эти шоколадные цветочки. И как-то я не решалась ее покупать. И вот у одного из продавцов в Киеве она была по очень адекватной цене, вы не поверите. По цене стандартной орхидейки без мутации. Даже дешевле, потому что я видела, что этот сорт продают немножко по завышенной цене. Но у этого продавца была последняя орхидейка с мутацией, ее никто не брал. И она была у нее на распродаже. Я эту красотку Эсми забрала по очень приятной скидочной цене. А сейчас сделаем замерчики цветочка. Что мы тут видим? А мы видим 4 сантиметра по нижним лепесткам, ну а по верхним будет скорее всего сантиметра 3. Да, если их разложить чуть пошире, будет сантиметра 3. В общем, делаем выводы, что у Эсми цветочки не больше 3-4 сантиметров. Ну максимум 4,5. Это потолок для этого сорта. Компактная розетка, пока что не сильно крупная. Такая культифлора, узкие тонкие листья, сантиметров по 15 примерно. Тут даже 20 не будет. Вот компактный сорт, красивый сорт, интересный сорт. И это те самые шоколадные цветочки, за которыми многие гоняются. Я люблю мультифлорки. Обычно мультифлорки всегда цветут пышными красивыми букетами. Меня это где-то очень сильно привлекает. У меня когда-то была такая идея коллекционировать только мультифлорки. Но видев всю эту красоту, голландцы стараются выпускать все красивее и красивее, сорты разводить, да, селекционировать. И ты когда эту красоту видишь, то ты переключаешься с мультифлорок сразу же на другие красивые стандартные сорта. Потому что у мультифлорок не всегда есть такие красивые сорта, как у стандартов или у беглипчиков. Поэтому моя мечта немножко перешла и коллекционирую я не только мультифлорки, а и стандартные орхидейки и беглипчики. Мне нравятся все сорта. Интересные, красивые сорта. В такой паузе покажу вам мою красотку. Это азиатка от Микки Орхидс. Я ее показывала в прошлом видео, как она раскрывалась. И я была права. Все-таки это сорт Вагаши. Правильно я, наверное, сказала. Вагаши пилорик от Микки Орхидс. И эту орхидейку я покупала как орхидейку сюрприз в горшочке 2.5. Посмотрите, какая она красивая и интересная. Я, конечно же, все-таки ждала бабулеточку в форме бантика. Гоблетка бантик. Но она открылась в такой вот ярко выраженной бабулетке с красивыми такими завитушечками на лепесточках. И, кстати, этот сорт ароматный. Она очень вкусно пахнет. Она пахнет что-то мне напоминающее из парфюмных фабрик. Интересный вкусный аромат. Интересная мультифлорка. И, кстати, это у Микки Орхидс один из сортов, который не из дорогих. Тоже мультифлорного вида орхидейка. Поэтому, если вдруг встретите этот сорт, приобретайте интересную орхидейку. Красивая орхидейка. Вначале она открывается таким темным-темным цветочком, таким что-то вишневым. А потом постепенно набирает свой привычный нежно-розовый оттенок. И у этого сорта два бутончика я сломала неудачно. Один остался. И вот она мне показала свое красивое личико. Следующий на обзоре будет Орхидейка Руи Рос. Мне безумно нравятся такие сорта. Глубокие, с глубоким оттенком. Спелой черешни или вишни. Не знаю, как правильно это сказать. Цвет. Знаете, вот как есть розы. Такие крупные, ароматные, пахучие. Цвет точно такой же, как у этих роз. Посмотрите. И не просто так этот сорт был назван Руи Рос. Посмотрите на этот оттенок. Это настоящая красивая роза. Не просто так садовник дал название. Такое название этой орхидейки. Это действительно Руи Рос. Посмотрите, какая красота. Как бы так сказала Рубиновая Роза. Мне ближе. И как бы этот сорт хочется назвать Рубиновая Роза. Очень красивый сорт. Неимоверный сорт. Кстати, цветочки не прям вот пластиковые, пластиковые. Но они приближенные к восковым на ощупь. То есть ты их трогаешь. А они такие вот плотные, плотные. Очень красивый сорт. Стрессующий сорт. Немножко она стрессует. Она у меня подсушила пару бутончиков. И как мы можем наблюдать, сейчас покажу. Она мне тут вот она. Смотрите. Она сушит бутончик. Бутончик сушит по полной программе. Ну, цветочек не бутончик, а цветочек. Бутончики тоже есть. Вот он. Подсушенный. Это уже третий она сушит бутончик. Как-то она немножко тяжело переносит переезды, пересылки. Но сорт довольно-таки интересный. Интересно, как она сушит в домашнем цветении. Это все цветения садовника. Цветочки крупненькие, очень красивые. Мы сейчас сделаем замеры цветочков. И сейчас сделаем замерчики. Так. По нижним лепесткам у нас 6-6,5. По центральным до 7 сантиметров. Хороших 7 сантиметров цветочек. Великолепно. Очень крупный и хороший цветок. Подобрала ей кашпо. Оно немножко больше ее горшочка. Оно смотрится очень великолепно. Под цвет ее цветочков. Смотрится просто эффектно. И как раз листики находятся внутри. Смотрите. Немножко подсыпала серо-мис и коры. Потому что пока она ехала, повысыпался слегка гром. Но в целом у нее очень хорошая корневая мощная система. Прекрасный сорт. Интересный сорт. Поэтому если вы вдруг присматриваете этот сорт. Я очень рекомендую. И кстати он появился буквально в этом году. Этот сорт. И иногда он бывает у продавцов в продаже. Высота. Сейчас мы проверим какая высота у этого сорта. Но невысокое растение. Сразу говорю компактное. Те кто любят мультифлорки. Или такие невысокие растения. Но с такими цветами среднего размера. Этот сорт как раз вам идеально подойдет. Какая же у нас высота. А высота растения 45 сантиметров. Невысокая орхидейка. Посмотрим как она будет свести в домашних условиях. Потому что бывает. У меня уже не раз такое было. Приезжает орхидейка вроде бы как невысокая. А потом как выдаст цветоносики. И все выше и выше. Их доращивают и доращивают. Посмотрим какой это орхидейки будет. Но по идее это из сортов не сильно высоких. И розеточка у этого сорта очень компактная. Листики круглые. Интересный сорт. Прекрасный сорт. Я ее просто обожаю. И кстати можно обратить. Смотрите. Она выдает мне разветвление. Там была маленькая такая пимпочка. Я думала хоть бы не детка. Потому что в этом году у меня деток достаточно. В этом году у меня мои орхидейки без кининовой пасты прекрасно деткуются. Поэтому я не хотела детку. Я думала хоть бы это не детка была. Но нет. Растет цветоносик. Разветвление надо ращивать. Это великолепно. И на десерте к мое красивое деревце. Мультифорка. Литл джем страйп. Мутации пилорика. Не бабочка, не трилипс. А пилорик. Посмотрите сколько на этой веточке бутончиков. Как будто бы ягодок на кустике. Посмотрите какая прелесть. Это неимоверное что-то. И еще вот внизу. Посмотрите. Раз, два, три, четыре разветвления. И она с каждой веточки, если присмотреться, продолжает растить новые и новые разветвления. Великолепный сорт. На стрессе не сбросила ни одного бутончика. Она прекрасно себя ведет. Очень стрессоустойчивый сорт. Поэтому, кто хочет этот сорт, а он сейчас, кстати, есть в предложениях и за адекватные деньги. Этот сорт можно спокойно приобрести уже цветущий. При этом не покупая подростка, не дожидаясь, пока она зацветет. Вот это, кстати, все орхидейки голландца. У меня есть этот сорт. Литтл Джим Страйп. Подростки. Один из семь. Она еще растет. Но я ее покупала заявленную как в мутации бабочка. Но все мы знаем, что такое мутация. Орхидейка может произвести как бабочкой заявленной, так пелориком, так и триллипсиком. И посмотрите, насколько красивые цветы у Литтл Джим Страйп в пелоричной мутации. То есть совершенно оттенок немного отличается. И не такой, как он бывает у бабочки. То есть у бабочки, получается, защипчики внутри идут. И идет как с полохами в разные стороны. Восходится рисунок. А у пелорика именно почему-то идет вот такой розово-фиолетовый оттенок внутри лепесточков. Очень красивый, интересный сорт. Сразу сорт очень-очень компактный. Потому что это мультифлорного вида орхидейка. Листики не крупные. Может сантиметров по 10 пока что. Посмотрим, как она дальше вырастет. Это еще молодое растение. Поэтому вырастить листики в большем размере она вполне может. Но я думаю, что сильно она и не вырастет. Листики в больших размерах. Как это может быть таких сортов, как пенив, некоторых биглипов. И подобным сортам. Немножко покажу так цветочек. Посмотрите, какая прелесть. Цветочки не крупненькие. Примерно сантиметров по 4, максимум до 5. Я еще эту орхидейку планирую показать. И поговорить о ней, когда она будет в полном распуске. Это очень интересно посмотреть, как она распустится. И какие это будут красивые цветы на этом кустике. Это просто великолепие. Просто, просто красота. Мне удалось ее выкупить. Она была не в единственном. Было 3 экземпляра. 3 разных вида. Это одна вот такая с красивыми разветвлениями моя. Потом на 20 носика там одна женщина успела забрать. И был еще один кустик. Такой не меньше, менее пышный. Поэтому мне удалось приобрести эту красотку у одного из продавцов. Мне очень нравится, меня радует, что у этой мультифлорки растут, пробуждаются почечки. И начинает она расти новое разветвление. Великолепный сорт. Мне очень интересно, как она будет себя вести в домашнем цветении. Будут ли такие пышные, красивые букетики цветов. Как мы знаем, что мультифлорки очень и очень любят свести пышными, красивыми букетиками. Но бывают и исключения, когда что-то где-то не так, или они подустали. Могут давать не сильно пышные букеты. Но в основном мультифлорки это пышно цветущие сорта орхидеи. Покажу мою саппорит. Один листочек она скушала. Там от шейки она растет. Новые корешочки. Вроде бы как немножко пошла в адаптацию. Смотрите. Она берет, пробуждает на цветоносе и доращивает мне цветоносики. Один и второй пробужденный. Я, конечно же, этому очень рада. Но не знаю, я давать ей цвести или нет. Я посмотрю. Обычно я не из тех, которые любят обрезать цветоносцы, приехавшим новым орхидеиком. В случае каких-либо проблем я всегда даю орхидеике адаптироваться. Я даю ей шанс на восстановление самостоятельно. Даже если есть цветочки, я не срезаю цветы. Я даю такой орхидеике восстановиться. И довольно-таки успешно. У меня есть очень много орхидеек, которые приезжали с плохими корнями. Практически погибающими. Я у них не срезала цветоносы. Они сами, если им нужно, сбрасывают цветы, наращивают корешочки, листочки и восстанавливаются. Вот и это один из тех же случаев, где вообще я показывала эту орхидейку. Шок орхидея от продавца. Там вообще просто она шаталась. Корней практически не было. Было, может быть, парочку хороших. Все остальное она сейчас заново наращивает. Мы приобретаем орхидейки, чтобы любоваться их волшебными, красивыми и безумно завораживающими цветами. Которые абсолютно все, будь то стандарты, мутант, бабочки, филоричности, триллипсик. Абсолютно все цветы орхидеи. Это природа придумала, как будто бы порхающую бабочку в воздухе. Внимательно присмотреться сбоку на цветочки орхидеи. Мы что можем видеть? Мы можем видеть, как будто бы голову и носик бабочки и порхающие крылышки бабочки. Посмотрите на это великолепие. Я обожаю орхидейки. Я очень люблю бабочек безумно. Для меня бабочки это что-то вообще такое неземное. Но бабочки долго не живут. А орхидейки могут жить долго и радовать нас своей безумной красотой. Рост еще раз покажу. Когда закрыта шторочка и солнечные лучи на нее не падают. Посмотрите на эту красоту. Очень насыщенный оттенок. Очень такой сочный, красивый оттенок. Интересный оттенок. И привлекающий внимание своими красивыми цветочками. Хоть и не мутант, но очень и очень красивый сорт. И на этом весь мой сегодняшний обзор моих орхидеев. Подарок мне в подарок на дату 18-летия свадьбы от мужа. Очень прекрасные орхидейки. Мне они очень безумно-безумно-безумно нравятся. Пробедная восковая Эсми и Рос. Это все прекрасные орхидейки подарки. Спасибо за просмотр. Спасибо, что вы остаетесь со мной. Спасибо за ваши комментарии. Девочек, которые постоянно комментируют. И всем пока-пока. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok